МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Рика ТВ, программа «Город сегодня». Здравствуйте. Одна из главных опасностей в октябре зимой – это гололёд. Каждый день несколько десятков человек получают травмы. Кто-то может отделаться ушибом, а те, кому не повезло, попадают на приём к травматологу. В социальных сетях после Нового года нередки похожие снимки. Это остановка «Колхозный рынок», пишет пользователь Инстаграма. Очень сложно пройти, особенно пожилым людям. Обойти эту наледь негде. Вообще остановка в ужасном состоянии. Комментаторы поддерживают. А на привокзалке так ничего и не изменилось. Вчера опять слышались звуки падения и маты приезжих. Но не умеют гости города по нашему гололёду ходить. Без официального ответа жалобы не остались. Управляющая компания номер один сообщила – остановка очищена от снега. А то, что изображено на фото – это прилегающая территория к киоску. Владельцу было сделано предупреждение. В случае повторения данной ситуации владелец будет оштрафован. Не менее красочно описывают прохожую ситуацию рядом с парком Пушкина. Советуют выдать всем коньки и освоить фигуры высшего пилотажа. На всех тротуарах, кроме Ленинского, такая ситуация. Печалятся граждане. Возле остановок вообще жесть. Нигде не посыпают песком. Что делать и кому жаловаться? С этими вопросами мы обращаемся к нашему гостю. Заместителю директора ТО «Табыс» Октюбе Александру Лисицкому. Здравствуйте, Александр. Александр, уже большие недели актюбинцы жалуются на гололед. Кто отвечает за нашу улицу? Вопрос. В настоящее время у нас по уборке дорог в городе имеется 15 организаций. По уборке именно тротуаров, внутриквартальных проездов, внутриквартальных проходов задействована 31 управляющая компания. Они вообще справляются с работой? На данном этапе у нас идет нормально все, по плану согласна, справляются. Можно судить по тому, что в текущем году намного меньше жалоб поступает со стороны. Конечно, есть жалобы, без этого никак, но на порядок меньше, чем в прошлые годы было. Вот с дорогами решен вопрос практически, да? А что касается тротуаров, сложнее? Тротуары, да, тут сложнее вопрос стоит в том, что в основном большинство тротуаров требуется ручная очистка. Да, у нас в прошлом году за счет бюджетных средств были приобретены специальные тротуарные трактора, как вы видели, мини-трактора белорусы, с щетками, с отвалами полностью. Но, однако же, все равно по проходу остаются наледи, которые убираются вручную. В настоящее время по городу у нас свыше 500 тысяч квадратных метров тротуарных покрытий, как брусчатка, так и асфальтные, есть места, где вообще просто тротуары по земле накатаны. Соответственно, задействованных сил, ресурсов, вот на данный момент порядка 430 человек задействовано в этих работах. За один день, как хотят жители нашего города, это нереально ни в одном, не то что в Актюбинске, в Актюбине, в крупных городах, в Астане, даже в иных мегаполисах, это за один день очистить от наледи весь город, это нереально. А людям надо сразу все. Да, людям надо все и сразу. Ну, у нас, мы знаем, есть и проблемные места по городу, это вы можете вот недалеко от своего офиса пройтись, возле ЖД вокзала у нас постоянно, да, нарекания жителей, район колхозного рынка нарекания у нас имеются. Ну, работы идут по этому направлению. Вот вы сказали, 31 организация обслуживает. Все ли они реально обслуживают город? Все. Не считая тех пяти, которые обслуживают сельские округа, городские. А вот какой материал в этом году используют? Песок, соль? Песок. Только песок. То есть химические элементы никакие не добавляются? Химические реагенты не добавляются. Это дорого или с чем это связано? Нет, это связано с экологическими вопросами, так как в основном тротуары в тех же парковых зонах, где озеленение, чтобы не было негативных последствий в будущем на высадку каких-то там либо цветов, кустарников, газонов не происходило, реагенты не добавляются. Александр, вот скажите, есть ли общий городской телефон, куда люди могут жаловаться либо обращаться? В текущем году открыт общий кал-центр номер 109, куда люди могут звонить, многоканальные это линия связи и полностью все свои нарекания, предложения именно по благоустройству города, по каким-то замечаниям касательно деятельности коммунальных служб города. Люди могут обращаться, все эти звонки фиксируются и на каждый звонок даются конкретные ответы. Если за порядок возле магазина либо киоска отвечает владелец, как их наказывают, если они не выполняют нужные требования? За каждое предприятие, организацией, будь то объект малого, среднего бизнеса, имеются закрепленные территории, то есть до 5 метров по периметру их здания. У нас в городе действуют мобильные группы в составе сотрудников Акимат, управляющих компаний, местной полицейской службы. И в соответствии со статьей 505 Кодекса об административных нарушениях, производится взыскание с тех владельцев, которые не следят за состоянием. Многие там ступеньки, даже не чистят, те же элементарные, либо прилегающую территорию. На первый раз дается предупреждение, на второй раз уже штраф производится. Вот социальные сети вам как-то помогают? Прислали фотографию. Вот магазин, обратите внимание. Обязательно, обязательно. У нас есть специалисты, которые занимаются мониторингом социальных сетей. Это Инстаграм, иные сети, обращения, через которые поступают жители нашего города. Все это мониторится, соответственно, по каждому посту принимаются, результаты какие-то имеются. И опять же, обратной связью это все выкладывается. А вот были случаи, когда, получив травму, люди подавали в суд на КСК, либо на компанию, которая виновата? Ну, на моей практике я не помню. Не в управляющей компании тоже? Я, нет, в управляющей компании. На моей практике в сфере деятельности уже сколько, более пяти лет я работаю, не помню. Но вот вы сказали, жалоб поступает меньше, чем в прошлом 2017 году. Как вы считаете, с чем это связано? Люди действительно стали бояться, либо следить конкретно за участком? Нет, работа идет, соответственно, мы усилили механизированную составляющую очистки татуаров, приобрели трактора, усилили количественный состав людей. Соответственно, работа налицо, да, жалоб стало намного меньше, но они, конечно, есть, в любом случае они будут жалобы. Спасибо большое вам за информацию. Надеемся, что жалоб действительно будет меньше, город станет чище и красивее. Все, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok